Почему я это делаю? Почему я считаю себя вправе об этом говорить? 18 лет я работал в Институте биологических проблем Севера, и в принципе этот институт как раз занимался проблемами Берингии, не только азиатской, но и американской ее части. Я даже приложил некоторую толику, малую толику своих усилий, выступив с автором в двух или трех работах по систематике млекопитающих Берингии. Но, как сейчас придется говорить, берингеологом никогда не был. Но среди них жил, и, естественно, совершенно литературу по этому вопросу читал всю. Кроме всего прочего, я проходил аспирантуру в университете Аляски в Фербенксе, и в этом университете, естественно, совершенно проблемам Берингии уделялось такое же совершенно внимание, как в нашем Институте биологических проблем Севера. Это были Институт арктической биологии, это его был брат-близнец по другую сторону пролива. Кроме всего прочего, я на самом севере прожил долго и счастливо, очень много работал в полях, в экспедициях, и, собственно говоря, о достаточно большом количестве проблем имею свое представление просто потому, что я это потрогал руками. Я вам сразу скажу, что я тут написал слово «секреты». Это на самом деле не секреты, это тайны. Я не буду себя строить всезнайку. Я расскажу так, как это понимаю я по последней литературе. При подготовке к лекции мне пришлось достаточно хорошо подготовиться. Мы договорились с Алексеем Севухиным, который руководит архе, об этом за месяц, и я, в общем-то, поднял последнюю всю литературу, которую я думал, что на часть вопросов, которые у меня о Берингии есть, ответ даст – не дала. Ну, поэтому так немножко и расскажем. Очень хорошая картинка. Детей любят поручать рисовать такие картинки в школе, в ранних классах. На картинке пытались изобразить всех представителей фауны, каких только может вместить холст. То есть здесь и не только фауны, но и ландшафт. Здесь интересно, что не только фауны, но и ландшафта. Здесь мы видим полигональную арктическую тундру, горы, ленточные леса, холмистую тундру и дельту какой-то реки, которой, скорее всего, сейчас нет на карте. Что такое Берингия? Географы и биогеографы определяют ее примерно так. Это кусок суши, находящийся на… который возник в результате опускания мирового океана. Он составлял очень большую страну. Некоторые называют ее даже субконтинентом Берингия. И он… Ну вот, на следующей гифке ее показать можно лучше всего. Так, наверное, эту штуку надо запускать отсюда, я думаю. Вот здесь вы на этой гифке видите, как изменялся уровень мирового океана за последние 25 тысяч лет. Мы еще потом вернемся к этой картинке. Она не просто так. Здесь есть много интересных моментов, которые связаны и с расселением человека, и с расселением животного мира на этой территории. Здесь очень хорошо это к хронографии привязано. Еще раз я ее вижу, чтобы вы посмотрели. Это 18 тысяч лет, 17. Я сразу скажу очень важную вещь. Вся история последней Берингии в геологическом плане мгновенна. То есть, когда мы говорим о периоде вымирания динозавров, мы говорим о многих миллионах лет. Когда мы говорим о смене фауны, то же самое пермское вымирание, смене фауны между плеоценом и плеоистоценом, речь идет о миллионах, сотнях, тысячах лет. Вся история Берингии, последней Берингии, насчитывает 25 тысяч лет. В общем-то, последнюю четверть ее истории вообще-то уже появились первые развитые цивилизации в долине Нила. Это очень быстрая история. Почему Берингийская тематика важна и почему она привлекает очень большое внимание исследователей? Это, прежде всего, ответ на вопрос, кто открыл Америку. Многие говорят, что это были викинги, кто-то говорит, что это были египтяне, кто-то говорит, что, ну, значит, естественно, совершенно реальная история вовлечения американского материка в орбиту греко-романской цивилизации началась с высадки Христофора Колумба, но первыми были люди, которые, скорее всего, пришли через Берингийский мост суши. Я еще раз скажу, скорее всего, потому что есть нюансы. Ну, вот здесь можно посмотреть, значит, кроме всего прочего, Берингия, Берингийский мост суши был мостом для миграции видов, причем миграция шла как со стороны евразиатского континента, так и со стороны Нового Света. Не только люди, мамонты, волки, медведи и львы пришли в Новый Свет, но из Нового Света пришли верблюды и лошади. И, кроме всего прочего, на территории Берингии некоторые морфологические формы позвоночных сформировались. Это гигантские медведи, под виды кадьякский и камчатский. Это самый крупный вид тихоокеанского лососика чавыча. Это лось, американский лось, который одинаковый по обе стороны Берингового пролива, что в бассейнах реки Анадырь, Колыма, Пенжина, что в бассейне Юкона. Судя по всему, центром их образования была ныне утонувшая часть суши, ушедшая под воду. Значит, мы сразу надо сказать, что Берингии за последние 3 миллиона лет было минимум как 6. Мы не совсем понимаем, на самом деле, может быть, и больше было. Вы увидите потом, насколько сжата история последней Берингии, и как быстро она ушла под воду. Она ушла буквально за 10-11 тысяч лет. Значит, один из вариантов вот этой суши был таков. Ну, собственно говоря, вся история вокруг Берингии крутится вокруг истории центрального полярного бассейна. И во время одного из моментов центральный полярный бассейн был, видимо, изолирован от Мирового океана вообще. Ну вот, предыдущее Берингово море существовало на своем месте где-то в течение 70 тысяч лет. И сухопутный мост возник 70 тысяч лет назад. Причем, интересно, что устойчиво... Мало понятно, насколько оно было неустойчивое первое соединение первые 30 тысяч лет назад. А устойчивым оно было вот в течение 20 тысяч лет, буквально с 30 тысяч до 11 тысяч лет назад. Именно в это время, это самое важное время, на самом деле, для нас, потому что в этот момент туда, в Америку, судя по всему, пришли люди. История Берингии совершенно напрямую связана с оледенениями. Вот это максимальный... Значит, вообще одна из гипотез, почему она возникла. Почему? Откуда вода ушла? Почему воды-то не стало? Вода вся перешла сюда, в ледниковые шапки земли. Два огромных ледника, североамериканский ледяной щит, Соединенный Лаврентийский, Кордильерский и Европейский ледяной щит. Вот они вытащили всю воду из моря. Уровень опустился. Значит, да, но тут надо помнить такую вещь. Такова доминирующая точка зрения. Но при этом, при всем не исключается и роль трансгрессии. То есть поднятие морского дна, в том числе освобожденного от большой массы воды. Причем я вам уже сказал, что с точки зрения геологии все процессы в Берингии происходили мгновенно. Я вам расскажу такую вещь. Когда-то я возле поселка Нон-Легран просто лазал по сопкам, изучал своих любимых медведей и обнаружил несколько костяков китов на высоте где-то 80-70 метров на Курумах, на склонах сопок, на Курумах. Это были очень старые китовые костяки. Они, в общем-то, уже были почти разрушены. Надо понимать, что кости в приполярье, Нон-Легран все-таки не за полярным кругом находится, а в предполярье они разрушаются очень медленно. Очень сложно сказать, как давно они там были, но я вам скажу так, что затащить кита на такую высоту никакие аборигены бы не смогли. Я говорю, что моя история, она вся полна непоняток. И, в общем, мне бы хотелось думать, что, может быть, кто-то из здесь присутствующих когда-нибудь увлечется этой историей и кое-какие секреты Беренгии раскроет, которые мы пока не знаем. При этом, при всем нашей стороне Беренгового пролива повезло гораздо больше, чем другой, потому что оледенение на ней носило очаговый характер. Вот примерно сейчас здесь показаны, как располагались ледники. Собственно говоря, ледников было гораздо больше. Когда ты ходишь по Чукотке, ты прям понимаешь, где были узлы оледенения. Это такие здоровенные выположенные узлы, горные узлы, со всех сторон окруженные типичными ледниковыми ландшафтами, моренами, бараньими лбами. Они бывали, может быть, несколько десятков квадратных километров. Здесь указаны только, конечно, самые большие ледники. А вот здесь вот, с американской стороны, со льдом дело обстояло гораздо лучше. Большая часть территории Северной Америки была покрыта двумя огромными ледниковыми щитами. Кордильерским ледяным щитом и Лаврентийским ледяным щитом. Между ними, возможно, временами был разрыв. И, судя по всему, скорее всего, была свободна от льда, время от времени открывалась вот эта вот приморская полоса. Это все сыграло ключевую роль вообще в расселении человека в Северной Америке. Вот как на самом южном конце ледника картина выглядела примерно вот так. Значит, здесь погребенные льды, здесь нанесенные на ледник почвы, и, собственно говоря, дальше начинается сам ледяной щит, который уже опирается не на почву, а на материнскую породу. Надо понимать, конечно, что климатическое влияние вот этой огромной массы льда было потрясающе. Вокруг было, естественно, холодно. Естественно, рядом со льдом все время происходили какие-то глицеологические процессы. Лед таял, лед проваливался, лед обваливался. В общем-то, в принципе, и сейчас сегодняшняя Арктика в месте распространения вечной мерзлоты вещь страшно неустойчивая. Там все время озера возникают и исчезают в течение 5-10 лет. происходят какие-то провалы. Вырастают бугры в течение лет 20-40-50 мерзлотные. Ну, а в непосредственной близости от такого монстра в общем, конечно, этих процессов было гораздо больше, и они шли быстрее. Высота ледяного покрова в центре оледенения, если верить книжкам, достигала трех километров. Значит, одна из важнейших вещей, которые оказывали влияние на развитие Беренгии, это течение Мирового океана. Значит, на пике беренгийского оледенения видно, что вот это вот тихоокеанское течение доходило, существовало далеке от берегов вообще, то есть никак не обогревало. Значит, в начале таяния ледника вот оно стало заходить сюда, побережью Камчатки, и стало отогревать вот эту огромную ледяную массу в том числе. Почему так высока роль вот этого вот ледяного щита в истории Беренгии? Дело в том, что все, что шло отсюда сюда, оно приходило на вот эту вот освобожденную от льда территорию и здесь задерживалось, потому что дальше идти было некуда. И, собственно говоря, пока существовал вот этот вот гигантский сомкнувшийся ледник, здесь и существовала такая вот очень интересная беренгийская фауна, о которой мы в будущем поговорим. люди тоже придя сюда в общем-то остановились, дальше было некуда идти. Во время обмена во время вот обмена фауной конечно большее количество самое большое количество видов новому свету подарил старый. это вот виды, которые перешли из которые это азиатские виды, которые населяли Беренгию. Не все. Например, вот здесь тоже интересно указан носорог. Носорог не пришел на американскую сторону. Тут просто в моих иллюстрациях есть одна такая ловушка. Лучше я ее буду объяснять сам. Дело в том, что иллюстрации я в основном набрал из популярных источников, а книжки-то я читал специальные. И естественно совершенно, что иллюстрации популярных источников отличаются значительной степенью неточности. Вот. Носорог не пришел. Опять же, когда здесь говорится о том, что верблюли ушли в Беренгию, это произошло не в это оледенение. Это произошло в предыдущий период подъема Беренгийской суши. Это было не в последний переход. Лошади да. Белорог так и остался в Северной Америке навсегда. Значит, опять же вернемся к предыдущей картине с этим гигантским холодильником с толщиной 3 километра. Вы представляете себе, какое влияние он оказывал на весь климат североамериканского континента, и вдруг такая история он тает начал. И, в общем-то, конечно, все экосистемы посыпались. Когда говорят о том, что исчезла достаточно богатая мегафауна, что североамериканского континента южнее ледяного щита, что севернее, очень часто вспоминают участие наших предков и очень редко говорят о том, что изменилось вообще все. Мы с трудом можем восстанавливаем, пытаемся восстановить то, что было на этой территории во время существования вот этого Берингийского моста. И думаю я, что мы до конца этого не поймем. Дальше поговорим. К примеру, вот этот привычный и у нас на северо-востоке, и в Канаде, и на Аляске еловый ландшафт, он же в общем-то новый. Лес стал продвигаться на безлесную территорию Берингии только 10 тысяч лет назад, а свое и нынешнее обличие. Вот это вот тайга, лиственничное редколесие и еловое редколесие. На одной стороне Берингового пролива лиственница, на другой ель. Такая разница. Мы об этом тоже немножко поговорим потом. Они в общем-то они кажутся нам сейчас вечными. А появились-то они там лет 8-10 тысяч назад. Причем скорее 8-10. Что было миграцией людей это то, что обычно интересует больше всех, больше всего людей. Доминирующая точка зрения заключается в том, что автохтомное население Америки пришло через Берингов сухопутный мост. Как оно пришло и когда? Большие вопросы. Во-первых, в то время, 20 лет назад, самая устойчивая точка зрения заключалась в том, в том, что люди стали преодолевать вот эти пространства где-то 15-11 тысяч лет назад. И сразу после этого произошел вот этот размыв ледяного щита, и они двинулись на юг недружной толпой. Но дело в том, что в последнее время, например, есть находки человеческих поселений в Чили, которые датируются 11 тысячами годами. Это понятно, что весь этот огромный отрезок люди, конечно, за несколько сот лет, скорее всего, не прошли. То есть, скорее всего, первые люди преодолели Берингов мост где-то около 20, да может быть, даже 25 тысяч лет назад. Кроме всего прочего, миграций было несколько. Последняя миграция происходила где-то тысяч восемь лет назад и потом дала жизнь эскимосам, которые потом вот здесь распространились. Кроме всего, судя по всему, крупная миграция шла вдоль берега Тихого океана. Обратим внимание на вот этой схеме. Скромно так, стыдливо, но показаны оттаившие участки земли. Есть еще один интересный очень нюанс. дело в том, что кроме есть естественно совершенно наука генетика пытается понять, кто откуда пришел по генетическим маркерам, но есть еще и археология такая простая, примитивная, которая изучает артефакты, которые находятся на стоянках. так вот, на западном побережье Америки, на восточном побережье Америки есть места с наконечниками, с каменными орудиями, которые подозрительно похожи на каменные орудия Франции и Британии. И что это значит? Не понимает никто. Потому что вроде бы как взяться там людям было из Европы неоткуда. Это эльфы во времена Галадриэль могли пройти сквозь воздыбленный лед, питаясь святым духом. А карманьонцы то нет. И вот откуда это там? Мало понятно. Опять же, не исключается конвергенция. Ни в какой форме. Но наконечники есть. Ну вот так показываются основные эмиграции людей из Евразии через Берингийский мост Суши. Эта история нас не очень интересует. А что нас интересует? Нас интересуют стоянки людей, которые обнаружены в последнее время. в последнее время обнаружено много всего интересного. В частности, Устьянская стоянка возраста 25 тысяч лет. Очень интересная. Значит, до нее наиболее древней стоянкой считалась стоянка Ушки. Ушковская культура с возрастом. Где-то ее датировка колеблется от 13 тысяч лет до 11 тысяч лет. Ушковской культуре относится Курупка, еще одна стоянка на полуострове Чикотском. Значит, вот эти две стоянки, они молодые, им где-то 7-5 тысяч лет. Больше всего меня поражает стоянка, найденная на острове Жохова. Возрастом 7 тысяч лет. Остров Жохова это, в общем-то, как бы мне в смешанном обществе сказать, это черти где. Мало того, что это черти где. Это абсолютно неприспособленный для жизни территорией. Людям туда надо было попасть. А теперь смотрим опять же датировка 7 тысяч лет. Окей. Возвращаемся к нашей замечательной схеме. Смотрим, что было 7 тысяч лет назад. В общем, 7 тысяч лет назад эта территория была изолирована от суши совсем. Люди туда пришли или по дрифующим льдам, или по морю. И льдам. льдам. И льдам. И я на всякий случай на этой схеме обозначил и чертов овраг на острове Врангеля с прайским узким поселением, которое датируется где-то начиная с сегодняшнего дня около двух с половиной, двух тысяч семьсот лет. Где-то тысяча шестьсот, тысяча семьсот пятьдесят лет до нашей эры. Но к Берингии оно уже отношения не имеет никакого. Это вот просто прайским узкие люди, какие-то туда проникли и исчезли. То ли они вернулись на материк, то ли они там вымерли. Остров Врангеля вообще достаточно гнусное место и в общем печальных историй с ним связано очень много, в том числе и в новейшей истории. Поэтому я бы не удивился, если бы они там все и остались. Значит, я на самом деле не понимаю, почему так мало стоянок, перингийских стоянок найдено на этой территории. Я объясню, почему. Стоянки древнего человека на северо-востоке и на Аляске ищутся очень легко. Ты где-то путешествуешь, начинаешь думать о том, где тебе разбить лагерь на несколько дней, недель или на месяц, выбираешь лучшее место в округе и ты понимаешь, что на этом месте уже кто-то стоял. потому что очень мало пригодных для стоянок мест на тех территориях. То есть вот ты да, еще органический слой на севере накапливается очень медленно. Это в Приморском крае влажным сгниением и постоянным распадом растительных остатков культурный слой над дежурджиньскими какими-нибудь городищами, которые в общем-то в нашем тысячелетии только перестали существовать, может быть глубиной метра полтора-два. А там-то это все исчисляется сантиметрами. Вот, к примеру, в одном из мест в Верхнеанатурском проходе точно так же нужно было не остановиться, стать лагерем. Я увидел зеленый такой холмик, видно было, что на нем стояли оленеводы, мне нужно было поставить палатку с печкой, и я взял, начал наваливать грунт на палатку, на нижней, на полой палатке, и я наткнулся на нуклеусы. И сколько лет этим нуклеусам? Ну, отбитым чешуйкам от каменных орудий. В общем-то, я до сих пор не знаю. И стоянки этой ни на каких картах нет, ее никто никогда не копал. Что интересно, северо-восточные стоянки все принадлежали охотникам на на среднеразмерную дичь. Судя по всему, берингийские первопоселенцы не были охотниками на мамонтов. У меня вообще очень скептическое отношение к возможностям добывания мамонтов нашими предками, потому что я сам охотник, и я убил довольно много животных. я понимаю, что это такое. Просто я такой аргумент приведу. Что такое первобытное племя? Это на самом деле семь-восемь мужиков, десяток женщин, полтора-десятка ребятишек и шесть-семь стариков. Это вот порцелло, которое триба кочует. Просто больше территория не прокормит их. И любое столкновение с животным, которое может убить человека, взрослого мужика, охотника, для них очень опасно в целом, для вот этой трибы. Значит, более того, по костным останкам, вот этих вот, которые находились на этих стоянках, там следов мамонтовых, там есть мамонтовые кости, но они использовались в качестве утвари. Утвари и инструментов. Очень много инструментов из бивней, в том числе иглы, в том числе рубила, в том числе наконечники копий. Но надо понимать, что мамонтовые бивни очень устойчивая субстанция. Они до сих пор сохранились в большом количестве. И, естественно, совершенно, когда они попадали в руки первобытным людям, это было для них как пластмассово, вечный материал. Они делали из них что-то и таскали за собой везде. Это была очень большая ценность. Такая пластмасса палеолита, неолита. Больше всего костей северных оленей, что понятно совершенно, и бизонов, которые жили там в достаточно больших количествах. Лошадей. Ну вот здесь одна из старых схем. Здесь нету ни Врангельевских стоянок, ни Жохова. Янская стоянка есть. Вот здесь как располагаются они на Аляске, вот на этой части, которая была на свободной от ледника территории. И вот, судя по всему, следы вот этого движения на юг вдоль побережья Тихого океана. Ну, это вот дальше, чтобы понимали, вот уже когда ледник протаял где-то 12 тысяч лет назад, 14 тысяч. Речь идет о годах до нашей эры, то есть накидывается сразу две еще. После Рождества Христова прошло много времени. Это, кстати, имейте в виду общая ловушка, которую попадают люди, которые читают популярные книги. Например, когда говорят, что последние мамонты исчезли с лица земли 4 тысячи лет назад, это не 4 тысячи лет назад, а 4 тысячи лет от Рождества Христова, плюс 2. 6. артефакты ушковской культуры наиболее хорошо изученной на Камчатке. Эскимосы, вот это уже более поздние вселенцы, они пришли в самую последнюю очередь, вернее, нет, не так, в самую последнюю очередь туда пришли Чукчи. Это очень, то есть на самом деле вот это вот население, эти уже переправлялись. Эти уже были люди моря, они переправились и двинулись дальше в поисках лучшей доли аж в Гренландию и на безлюдные острова Канадского архипелага. Ну и вот есть варианты, кто были первые поселенцы, первые люди, которые пересекли вот этот вот Беренгов мост, это были охотники на оленей или это были морзверобои. Трудно сказать, я думаю, что эти эти, конечно. Как я сказал, перейдя, оказавшись на территории Беренгии, животные и люди содержались и стали там жить. Жить они стали в достаточной степени своеобразно. Ну, представители Беренгийской фауны, наверное, люди, которые этим интересуются, все хорошо знают. Мамонт, бизон, прискус, здоровенный бизон, вот он здесь третий в ряду, был еще один бизон, но он, кстати, между прочим, там обитал в предыдущее оледенение. Опять же, помните о том, что Беренгийских мостов было несколько, и фауна последнего Беренгийского моста совсем не то же самое, что фауна предыдущего. Вот этот жил в предыдущее оледенение, а вот этот вот, ну вот, их было больше всего, я этих черепов и сам нашел некоторое количество, много людей. Вот гигантский медведь Арктодус, Арктодус симус, каракомортный медведь, опять же, населял он не всю территорию Беренгии, а населял он только ее американскую часть. И тут вот будет один очень интересный момент, о котором мы дальше поговорим. Гигантский саблезубый кот, вот, реставрирован в данном виде он по отношению к человеку вот примерно такой. Лошади очень похожие морфологически на лошадь Пржевальского. Саблезубый тигр, шерстистые носороги, которые тоже в американскую сторону не пошли. И Сайгак, который на самом деле один из самых интересных маркеров биотических этой земли. Просто потому, что, когда говорят, что территория Беренгии могла быть гористой, и на одних склонах были развиты одни растительные формации, а на других другие, я сразу вспоминаю Сайгака, который живет только в абсолютно плоских мисквенных местностях. Значит, и судя по всему, в Беренгии существовал барьер. Барьер чисто биотический, как его называют нынешние авторы, это мезотундра, которую американские виды и часть евразиатских перейти не смогли. То есть там была какая-то территория, которая не позволила пройти отсюда короткомордому медведю тому же самому, и не позволила, к примеру, отсюда пройти шерстистому носорогу. Ну вот здесь переписаны американские виды, которые не прошли. Это некоторые виды барсуков, овцебык, короткомордый медведь. Здесь была какая-то территория, непроходимая для этих видов. Причем интересно, я не понимаю, почему не прошел овцебык. Ладно, существует гипотеза, что эта территория была крайне биологически бедна. Овцебык живет на очень скудных, на очень скудной биоте. Вот почему он не прошел к нам, непонятно. значит, пытаются сейчас понять, какая растительность в этой берингии преобладала. Вот считается, что было три главных типа растительности. Травинистая тундра, кустарниковая тундра и смешанный тип. Это делают по полинологическому анализу, по анализу пыльцы. Пыльца очень устойчива на самом деле. И в общем-то достаточно хорошо определяема. Ну и есть корреляция. В самом древнем периоде в начале развития преобладают злаки, потом начинают они поровну становятся злаки, осоки и кустарники, и потом кустарники и осоки начинают преобладать. Это возвращение сегодняшнего, появление нынешней биоты. Существует точка зрения, что очень большая продуктивность берингийских берингий была обусловлена именно развитием злаков, как в африканской саванне, которую крупные животные, в том числе мегафауна, ели, а так как злаки растут от места облома от узлов, то, в общем-то, они все время, вот как-то каша из волшебного меткого выражения Кирилла Яськова, эта каша сама себя все время все время росла, сколько ее не ешь. Чем больше ешь, тем больше она растет. У этой точки зрения, которая сегодня в общем-то доминирует, есть одно очень слабое место впереди. Кроме всего прочего, когда говорят о том, что гигантские вот эти гигантские мамонты вот этими злаками питались, тут надо вспомнить, что мамонтов некоторое количество нашли-то вообще-то и целых. И в желудках и во рту в ряде случаев у них вообще-то были не злаки, а очень даже кустарники березка. Вот это ландшафт юго-западного Приморья, настоящее злаковое разнотравье степного, такого остепненного типа, очень богатый биотоп. Он до сих пор сохранил, вот он сейчас там развит. А вот то, что считается остатками реликтовых берингийских тундр на реке Амалон. Вот они. Считается, что вот эти вот безлесные лбы это то, что осталось от вот этого берингийского разнотравья. Ходил я по этим лбам, там в общем-то и полевка с трудом прокормится, а не то, чтобы мамонт. Там, конечно, очень красиво, все это красиво цветет, запах такой очень приятный растет, очень большое разнообразие. Но вот вы видите, насколько это все богато, нисколько не богато. Сегодня подавляющее большинство, подавляющая площадь современной берингии выглядит вот так. Это мелкий кустарник, тундра, и вот это граница леса, лиственничный редкий лес. И живет в нем очень-очень мало животных, очень-очень обедненный ландшафт. Комфортнее всего в нем чувствует себя северный олень, причем северный олень это зверь, который использует биоту как кочевник. Он бегает, то есть олени не находятся на одном месте больше двух-трех-пяти дней и находятся в постоянном движении. Вот они скусывают что-то и уходят дальше. Вот олени в современных тундрах чувствуют себя наиболее комфортно. Конечно, современная территория никаких мамонтов бы выдержать не смогла. при этом при всем я ни в коем случае не скажу, что их там не было, потому что количество их костяков огромно. Тот же самый Аяговский Яр, те же самые Новосибирские острова, тот же самый остров Врангеля, тот же самый бассейн Анадыря. Как только ты где-то видишь мерзлотный обрыв торфяной, то сразу к нему подходишь и идешь под ним и ищешь вывалившиеся из него кости. Костей этих очень много. То есть понятно, что зверя этого было там многие миллионы. Откуда они брались? Если сказать честно, я этого не понимаю. Потому что кроме как вот этих здоровых зверяков, понимаете, вот пищевая пирамида, она имеет большое основание. Без большого основания вот эта вся мегафауна, вся вообще большая фауна, она жить не будет. И наличие крупных млекопитающих на верхних ее этажах говорит первое о том, что есть огромное количество мелких млекопитающих внизу с гораздо большим биоразнообразием. Естественно, совершенно огромное количество мелких беспозвоночных и естественно совершенно мощнейшая растительная биомасса, которая все это питает. А почему лично мне кажется непонятным, почему, что была она там или нет? Из-за общего солярного баланса. Обратите внимание, это суммарная солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность в январе. И вот вся Беренгия находится в этом пессиуме. Что это значит? Полярный день 68 суток, белые ночи 56, 46 суток, зима 272 суток. Вот что они там все ели в это время, и откуда это все бралось, лично мне не ясно. И ни в каких умных книжках, и ни в какие умные люди, в числе которые входят Дэвид Хопкинс и Дэйл Гатри, у которых я учился на Аляске, основоположники всех этих беренгийских вещей, мне об этом не сказали. Ну, причина этого понятна. Вот оси клиптики и при полярных регионах всегда будет темно. Существовали в период, в определенные периоды истории времена, когда на всей территории Земли был устойчивый теплый климат. Вот сегодня мы с Кириллом Яськовым как раз об этом разговаривали. Он говорит, слушай, представляешь, что там было, когда тепло. Когда холодно, то понятно, просто холодно и все плохо. А вот тепло и полярная ночь. Представляешь, какая там была гнусь. Вот. И понятно, что ничего не вегетировало в это время. Вот откуда еще бралось? Значит, существует точка зрения, что европейские мамонты, которые обитали возле южной кромки ледника евразиатского, уходили в зимнее время на юг. В те места, где нынче Крым, Испания и южное побережье Франции, в Ниццу. Ну, во-первых, ситуация в Европе была гораздо лучше, чем Беренгии, где, скажем так, значительная часть территории вообще находилась тот же остров Жохово 76 градус. Это северные долготы. То есть там вообще светлого времени это вот мурманская картинка. По острову Жохово я просто не нашел. И, ну, поверьте, у меня на слово, что светлого времени там в полтора раза меньше. А ведь, между прочим, мамонтовые фауны, судя по останкам, там было. Вот откуда... А, почему они на юг не могли пойти? Причерноморские степи Испания и Франция в общем-то относительно равнинные территории. А на юг от Беренгии вообще-то с одной стороны вот этот вот ледяной щит, а с другой вообще-то колымско-охотская горная страна, где точно было все очень плохо. там на юг не походишь. Ну, собственно говоря, это один из основных вопросов, на которые ответа нет. но я ни от кого не слышал ни одного убедительного, ни одной убедительной версии в пользу того, почему там в этот момент существовала вот эта очень высокая плотность населения и значительное биоразнообразие. Вот Беренгия сегодня она сформировалась в своем нынешнем виде где-то около четырех с половиной пяти тысяч лет назад. никто не исключает, что через 10-15 тысяч лет назад наша территория не покроется новыми ледниками. Вода не уйдет и снова там не установится какой-то странный биоценоз с какими-то странными зверьками, которых никто из нас уже, конечно, никогда не увидит. Ну а пока мы можем судить по границе этой земли, по границе континентального шельфа. Что сейчас там? Ну, с двух сторон там сделаны национальные парки достаточно интересные, с американской стороны получше, с нашей, как всегда. Ну вот по тому, что происходит на нашей стороне, вы можете судить по этим фотографиям, по тому, что она американской поэтой. По этим родственники аборигенов в общем-то сейчас имеют право ходить на байдарах на обе стороны по специальным разрешениям и по пропускам границ для эскимосов в общем-то достаточно условная. Кстати, на всякий случай, если вы слышали когда-нибудь историю о том, как на собаках через Берингов пролив что-то там возили оружие или что-то там еще, так вот, я открою вам страшную военную тайну Берингов пролив. На собаках зимой не переходим. Это здоровая река, по которой течет холодная, мокрая, огромная масса воды. Удивительно, что об этом не знал великий полярный первопроходец Шпаро и несколько раз попытался нагляк через этот Берингов пролив перейти и всякий раз его выносил на каких-то льдинах. А потом он понял, что надо делать, потратив уйму народных денег и своего здоровья и просто обошел его сверху через 200 километров. Вот. Ну, если вы ожидали, что я вам расскажу какие-то открою сверху какие-то сногсшибательные тайны, я вот, увы, к сожалению, этого не сделал. Я говорю, что Берингия хранит в себе гораздо больше тайн, чем отгадок. Отгадок, в общем-то, считай, что и нет. Скажу я так. Мы не понимаем, что там происходило. И я не уверен, что поймем. Но я надеюсь, что я вас хоть как-то заинтересовал темой. Спасибо за внимание. Ну и вот, если есть какие-то вопросы, можно, если я смогу, я вот в меру своего скромного разумения попробую на них ответить. А понятно, есть что-нибудь вообще у желанных, которые смогли перейти вот этот перешей, которые не смогли. О, непонятно. Ну, смотрите, бурый медведь пришел к ним, а короткомордой нет. А короткомордой нет. Вот, к примеру. существует такая точка зрения, но, как вы сами понимаете, дело было давнее. И все, кто об этом что-то знал, уже давно умерли. То есть, вот в этом-то и есть вся проблема всех палеонтологических реконструкций. Говорить можно абсолютно все, что угодно. Существует огромный массив данных, которые могут быть истолкованы каким угодно образом. Что? Нет, по их. Да, на наше его не было. Да? То есть, сначала, когда-то ранее какой-то нынки перешел к ним, там у него родилось гордо и обратно наше родное. Да нет, он тамошний был всю жизнь. Он был тамошний всю жизнь. это отдельная аморфа. Она прослеживается по палеонтологическим останкам достаточно давно оттуда. Да, есть точка зрения, что он не выдержал конкуренции с бурым медведем, который был меньше, меньше, активнее и может быть агрессивнее. Опять же, кто его знает? Некоторые считают, что короткомордый медведь был ярко выраженный падальщик, а некоторые считают, что он был очень активный хищник. И все эти выводы делаются на основании одного и того же исследований его челесного аппарата. Ну, смотрите, значит, кормить там мой приятель Пол Мэтьюс, который, в принципе, как раз специализируется на короткомордых медведях, в принципе, считал, что это был падальщик, который жил на представителях мегафауны. Вот. А мегафауны там было много. Вот непонятно совершенно. А я не был никогда на Белом море. Вы не забывайте такую вещь. Вся ситуация в европейской части, даже на севере, она носит на себе неизгладимый отпечаток гольфстрима. Здесь все теплее гораздо. Жизнь-то в нашей стране была как-то особенно свирепа. Нам достались холодные побережья. Теплых побережьей нам не досталось. Тихоокеанское побережье, оно холодное. Вот даже по вот этим вот течениям видно. Вот видите, теплый поток идет вот и дальше идет холодный. Сейчас ситуация более похожа на эту. Просто вот здесь, например, на Аляске климат в районе Анкориджа, он, то есть Анкоридж находится на одной широте Санкт-Петербургом, Магаданом и Магаданом. А по климату там Владивосток. Там тепло. Пальцевой анализ и палеонтологические остатки. Тут я еще скажу такую штуку. Дело в том, что со времен берингита в общем и палеонтологических остатков много. По крайней мере травами возрастом тысяч лет восемь я, наверное, даже пытался костер сжечь. Ну, то есть как ты идешь мимо так называемого мамонтова яра в тундре. Растений там нет. Из мамонтова яра, кроме кастомах, еще и дрова какие-то вываливаются. Ну, в общем, естественно, ты пытаешься их сжечь. Но ты понимаешь, что при этом, при всем это, конечно, палеоботаника в чистом виде. Горит плохо, кстати. Но больше всего сохранились, конечно, то есть то, что жег я, это совершенно точно идентифицировалось как березка и как лиственница. Ну, оно и к пыльцевому составу. соответствует. Непонятно. Вот не могло быть так. Понимаете, так быть не могло. В том-то и дело. Ну, да, то есть объяснение этому я а не знаю и бы не слышал. Потому что вот этот, вот этого обуха никакой плетью не перешивешь. Там было всегда темно. то есть там снега может быть и не было. То есть одна из версий то, что там не было снега, были вот эти вот злаки и по сухим и по этим сухим злакам ходили эти бескрайние стада бизонов и мамонтов и их кушали. но прирастали то эти злаки в течение 90 дней в общем даже наверное и 70 срок активной вегетации это меньше гораздо. А ели то их 272. не ошибка какой-то модели в какой-то геологической эпохе что на самом деле там вы были рады. Смотрите я про модели здесь специально ни про какие не говорю. Модели они для умных я человек простой. Очевидно что вот эта вот фауна она была. Костями там все усыпано. А до прихода жадных русских промышленников которые стали копать мамонтов костя так там вообще видимо черти что творилось. То есть зверь там был. То есть он там что-то ел. Причем зверь был далеко далеко на самый 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 север. Ну вот 76 шестая 76 77 даже 78 градус северной широты. И при этом там в любом случае было вот 270 темных дней. В любом случае. Ну это собственно говоря интересно. было бы скучно если бы все знали и все понимали. Ладно, еще какие-то вопросы будут. да-да-да-да-да все камелоиды они оттуда были. Они в предыдущее оледенение пробрались. Помер. Так же как и лошади. Лошади тоже американская форма. И тоже. И обратите внимание. Значит просто когда мы говорим о вымираниях мы вот очень модная тема сейчас история вымирания динозавров и так далее. Динозавры вымирали миллионы лет. А вот это произошло просто на наших глазах мгновенно просто как вспышка. Я просто о чем хочу сказать что мы об огромном количестве таких процессов которые произошли за время истории земного шара даже просто скорее всего и понятия не имеем. Например если они произошли в Триасе. А это в общем история Беренгии она развивалась полностью ну в общем последняя ее часть полностью развивалась на человеческих глазах. А мы даже не знаем откуда пришли первые люди в Америку. но все-таки видимо основная часть пришла в любом случае отсюда из Азии через Берингов мост. Берингов Продолжение следует...